Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем 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 DimaTorzok Аналогичным образом вы подключаете в работу мышц газового рта. На вдохе мышц газового рта провисали мышку вниз, на выдохе подтягиваясь, позволяя в диафрагме выгнуть в воздух из дыха. Настройте эту сложенную работу в диафрагму. Позволяйте пропускаться на вдохе, на выдохе. Запускайте движение вверх. Буквально пару повторений. Опустите ладошки вдоль пола. И посмотрите нос. Проселите естественным образом это дыхание. Запускаем работу в диафрагме. Глубокий вдох через нос. И активно выдох через ног. Выполняйте. Отлично. Отвели дальше. И сейчас выставим. Подсувствуйте, как ваши тазовые кости растекаются по полу. Как будто вы находились в глину. Вы опускаете глину. Тяжелый крестец. Мягко опускается мак. Тяжелые алфавки в плечи. Осознайте соприкосновение вашего тела с маком. И начнем упражнение. Первый ток. Тазовые часы. На вдохе. Пальчиками в сток. Начинаете таз тянуть. Улыбки на себя. Позволяя тазу наклоняться вперед. На выдохе. Пяточками отталкивайтесь от ног. Позволяя тазу наклониться назад. И вновь. Тянете на себя. Запускаете работу заднюю. В основном на официальное время. На выдохе. Услабляя ногу. Позволяйте позвониться назад. И не забывайте отдыхание. Та же волна. Теперь по кругу движения. Телли-хок. Сверху 3 и 9. Помните, да? Раскачаем таз в сторону. Включаем также работу наши ноги. Отталкиваетесь левой ногой от пола. Позволяйте тазу наклониться вправо. Отталкиваетесь правой рукой. Позволяйте тазу наклониться влево. Вы как бы перетапливаетесь с одной поясничной кладкой поясничной мышцы на другую. С одной половинки таза не позволяйте наклоняться. Чуть-чуть внимательно. Чуть-чуть внимательно. То есть правая пяточка отколкнулась. Левая пяточка отколкнулась. Да. По вашему колену практически не должно быть заметно, чтобы завершать движение ногами. Раскачивайте таз со стороны в сторону. Очень активно подготовлены свои права на начале занятия. Для того, чтобы максимально эффективно поработать над нашими задачами, основными тренировками. Останьтесь в положении равновесия, в положении гидрара. Тяжелый хрестец. Представьте, что вы его опускаете в горячий лицо. В гидральное положение таза. Осознайте это положение. Выступим к первому упражнению. Упражнение футбок. Выравнивание нижних конечностей. И так, исходное положение. Даунток или двойная вершина. Представьте, что сейчас ваш таз – это основание глубоко. Спокойный, тихий, неподвижный таз. Делайте глубокий дух. И на ноги вытащить, сохраняя лентальное положение. Выталкиваем ноги вперед. Далее продавим на строку. На ноги возвращаем в исходное положение. На ноги выталкиваем ноги вперед. И на ноги возвращаем. Колебные ширины забедренных суставов. Ваша задача – сохранить абсолютно неподвижный таз. Это основание головы. Колени две вершины. Устремляйтесь к коленям четко вверх в потолок. И сохраняйте эти положения. Буквально несколько повторений. Зафиксируйте положение. Выталкивайте ноги вперед, сохраняя нейтральное положение спины. На ноги возвращаем в исходное положение. Отлично. Поменяйте позицию ног. Разверните пятки вместе, носочки в рот. Поднимите внутрь сторону. И продолжите выполнять суть. На ноги выталкиваем ноги вперед. На ноги возвращаем в исходное положение. Контролируем положение. И поменяем положение. Носочки внутрь, пятки бросим. Аналогично. Подтягиваем колени к себе. На выдохе выталкиваем. Чувствуйте вытяжение вдоль всего позвоночника. Таз на ноги на вдохе. Подтягивайте ноги к себе. Тянитесь крестцом вдоль мата. Раскрывая седалищные кости. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Оставьте положение. Давыдок. Колени с опыта. По другому 90 градусов. Поднимите ладони вверх. Направьте их в потолок. И выполним упражнение. Протракция. Редакция лопатки. Подтянитесь кончиками пальцев вверх в потолок. На вдохе. Деревые лопатки от мата. И на ноги перекрещайте лопатки в матку. Продолжайте выполнять упражнение. Глубокий вдох. И на выдохе прикрепите лопатки к матку. Спекам управляя их в тазу. Подтягиваем плеч. Вдох. Вдох. На выдохе слегка управляйте лопатки к матку. И перейдем к следующему упражнению. Аркер кайм. На вдохе уходим руки за голову. На выдохе возвращаем в исходное положение. Уходите руки ровно настолько, насколько вы готовы контролируйте положение. Удерживая. И на выдохе возвращаем в исходное положение, раскрываясь. Точно так же вдох. И активный выдох. Старайтесь удержать положение ровной плетки. Сверху. 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 Уходите в исходное положение на выдох. Руки удерживаем перед собой. И объединяем движение в верхних и нижних конечностях. На вдохе отходим правую ногу. Правую ногу вытягиваем вперед. И отводим левую руку назад. За голову. На выдохе возвращаем в исходное положение. И объединяем на вдох. Левая нога. Правая рука. Вторую руку оставляйте в бедюте вверх. И не забывайте про дыхание. Скоординируйте работу круглый ног. Сохранив, стабилизировав поясничный отдел. Так. Остается неподвижный, тихий, спокойный таз. Валтили не в руки. В плечи. Такое плакание лежа на спине. Выполним. Чуть больше внимания на пациентку. И на выдохе возвращаем пятки. Протягиваем. И заключительное повторение. Усложиваем работу обе ноги в руке. На вдох. Вытягиваем руки-ноги. На выдохе возвращаем в исходное положение. Следите за дыханием. Ни в коем случае не задерживаем. За дыханием. Сохраняем. Его нервы в руке. И вот здесь нам нужно выбирать пространство. Для того, чтобы выполнить подъем грудной клетки. С вытяжением вверх. Следующее наше упражнение. Частливый подъем грудной клетки. На вдох. Надавите ладонями на строку для ног. Тернис. И на выдохе начните вытяжение за макушкой вверх. Затылок. Лопатки. Лечи. Вытягивайте. Тернис. Проталкиваем его вперед. Вверх. Не дышите. Сделайте вдох. И с выдохом плавно узкайте позвонок за позвонком вниз. Наше важное учебное упражнение. Вытянуть сзади поверхностную линию. Сделайте вдох. Вдох в нижней точке. И на выдохе продолжайте подъем вперед. Проталкивая стропы за колени. И на выдохе возвращайтесь в исходное положение. Представляете образ океанской волны, которая на вдохе набирает силы. И на выдохе начинает вздыматься над гладью поверхностью моря. Выталкиваете лакушку вверх. Ваша задача сохранить нейтральное положение позвоночника. Лобковый крыс направленный вперед. И вы от костей таза начинаете вытяжение за макушкой вверх. Ваши стропы натянуты. Далее ладошками на стропы. И с выдоха выпускаете вниз. Это подготовительное упражнение перед нашим следующим упражнением. А следующее упражнение будет сотня. Завершите подъем грудной клетки. На вдох поднимите правую, затем левую ногу вверх. Сохраните их в позиции. Данный ток. Колени устремлены словно вершиной. Вдох. 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 Бензим. Вдох. 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 Вдůst. и а и м и опускаетесь вниз, позвонок за позвонком, словно они уже учены, каждый позвонок, словно бусинку опускаете на лад, точно так же два повторения выполнены, подъем вверх на выдохе, не забывайте о вдыхании, глубокий вдох, и активный выдох, лава перестекается, позволяем позвонкам опускаться на низ, с выдохом на груди на низом, точно такая же на спине от плеча на плечу, заключительное повторение на мате, с выдохом опускаетесь плавно вниз, за одно бедро приподняли, передали стропы и опустили по одной, и опустились вниз, и так, почувствовали сейчас стропы, мы гораздо сложнее функционирование движения, на вдохе, надавили стопами на стропы, натянули стропы, с выдохом начинаете подъем вверх, подтягивая пять китарей, с округлумного разгибания, в верхней точке вдох, и на выдохе, удерживая стропы, позвонок за позвонком, плавно опускаетесь вниз, довольно сложное упражнение, точно так же сейчас на вдох, надавили на стропы, и с выдохом продолжать оттянуть пятки кириолизм, и раскидываться по заберемному суставе, выполнять подъем вверх, делаем глубокий вдох, и плавно позвонок за позвонком, опускаться вниз. До стропы и с выдохом выполняем подъем вверх, сохранение это положение, на вдох, активно надавили ладошку в пол, выпрямляем ноги в колени, с выдохом возвращаясь в спонное положение, и еще четыре повторения так же. Все время выталкиваете до сверху, разгибая ноги, козапливаю суставе, и заключительное повторение, и плавно опускаемся на ноги, позвонок за позвонком, артикурируем и разворачивая ноги, объединяем сейчас наши стропы, переводим к нему на режим работы, и мы сейчас выполним все упражнения на боку, займаемся здесь, плавно направили вверх к порогу, выровняли положение, нижняя нога будет активно работать, надавили нижней ногой в пол, оттопните этот ногой от пол, и начните расширять тазовые кости сейчас, удлиняя верхнюю ногу, находящуюся в стропе. Удлиняйте настолько далеко, что она вытягивает верхний бок, удлините верхний бок, проконтролируйте положение ноги в стропе. Сделайте вдох, и на выдохе начните движение ноги слегка назад. На вдохе выводите ногу чуть вперед. Пускай движение будет по амплитуде совсем небольшим. Контролируйте положение поясницы за счет работы мышц не допускайте прогибания в поясничном отделе. Ваша задача – активизировать работу ягодичной мышцы при отведении бедра назад. Представьте, что вы будто марионетка, и вас за ниточку дергают, приводя к движению вашей конечности. Согните ногу с коленой, надавите на стол, удержите коленые бедра, нижнюю коленочку. И начнем движение вперед на вдох. И с выдохом, словно пяточкой, вы толкаете стену назад, удлиняя ногу в козобедренном суставе. Довите на строку и возвращаем в исходное положение. И вновь толкаем пяточку назад, назад мою ладошку толкаем. Колено чуть вниз направили, включили горечную мышцу, теперь сохранили положение поясницы. Не роняй, не роняй, ты рано сдалась. Колено чуть в пол, толкаем пяточку назад. И на выдохе возвращаем в исходное положение. Заключительное повторение. Сгибаем ноги в коленки и установим строку. Поднимемся сейчас, переключим настроение в телец. Разбираем строку. И с выдоха вытягиваем буквально сантиметра два вниз. И продеваете ладонью с половиной ноги сейчас. Будем в сторону под ногтями. Следующее упражнение у нас удар. Активируем на заднем порядке снарения. Разгибаем ноги и в разогибаем ноги. Взгляд направлен в ход. Начните вытягивать ваши бедра максимально далеко. Дымейте их так, будто бы ноги растут под грудной клеткой. Вот нижних бедр вытягиваете бедр назад. Настолько далеко, что вы начнут отрываться от пола. Вытягиваете бедр. И начните раздевание позвоночника. Скользя взглядом помады вперед. Поднимаетесь. Взгляд направлены перед собой. Вытяните плечи назад. Натяните строку. Далите ладошками на строку. И опустите сейчас свои бедра. То есть мы сделали предварительную позвонку в этом упражнении. И повторим точно так же. На вдох удлиняйте бедра. Сохраните их на черене тазобедренных суставов. Вытягивайтесь. И выходите в раздевание за локушкой вверх. Сохраняем нейтральную поясницу. Давите ладонями на строку. Вытягиваете строку назад. Раскрывая плечи. На вдох еще пять ударов. Таточками. 2, 3, 4, 5. Выдох 2, 3, 4, 5. Вдох 2, 3, 4, 5. Вдох 2, 3, 5. Вдох 2, 3, 4, 5. Вдох 2, 3, 5. Вдох 2, 4, 5. Чуть приподнимаем. Наша задача выстроить себя ножом таким образом, чтобы, находясь в строках для ног, предплечины, мы находились в положении квадро-бэта. То есть два прямых угла у нас прямой углу в коленях в запятном суставе и два прямых угла в плечевом суставе. При этом сохранить положение в правиле. И вернулись. Сохраняем положение квадро-бэта. На выдохе вытягиваем правую ногу назад. На вдохе возвращаем в исходное положение. Разгибаем ногу в тазобедренном суставе. Включаем работу в яичную мышцу. Вытягиваем ногу назад. Старайтесь сохранить распределительность тела на опорных точках. Не опускайте голову вниз. Добавьте осевое вытяжение. Почувствуйте удлинение всего позвоночника словно стержень. Внутри вас он позволяет вам сохранить положение стабильным. И возвращайте ногу в исходное положение. Поменяйте ногу и продолжите с левой ногой. Активизируйте работу нижней диафрагмы и мышц тазового дна на выдохе. Ваши ноги на ширине тазобедренных суставов. Отнимайте в них колени на ширине тазобедренных суставов. Седалищные кости раскрыты. Тянитесь крестом назад, когда вы возвращаете ногу в исходное положение. И возвращайте в исходное положение. Отдыхаем. Вытянули руки, вытянули плечи. Выполняем прокат вперед. Расгибаясь к задлинному суставу и возвращаемся в исходное положение. Готовы? Принимаем исходное положение. Стабилизируем лопатки. Наструем в нейтраль. И поехали. И на выдохе. На выдохе выталкиваем себя вперед, сохраняя положение плечевых суставов. На выдохе вытолкнули таз к полу. Активизировали работу и гадись на вдох. Раскрыли седалищные кости. Потянулись крестцом назад. Диссоциируйте работу в тазобедренном суставе при разгибании. И сохраняйте нейтральное положение. Ваша плесница стабильная. И еще два повторения точно так же. Логите строго под плечами. Готовы в лопатках. Не проваливаемся. И заключительное. Отходим на край коврика. Максимально. Очень приятный тревожок. Ладони в нижнюю лица. И при москве сон. И тяги ноги в голову. Простите, прижимаем двое к полу. Пяточки не разваливайте. И начинаем движение назад. На вдохе. Отклоняемся. Повисаем ноздроку. Не допуская провисание таза. И переразрывание поясницы. И возвращаемся в безгрудное положение. Надавив ноздроку руками. Точно так же. Ширина таза. Это расстояние между коленами. Поехали. На вдохе. Отклоняемся назад. И на выдохе. Возвращаемся в безгрудное положение. Надавив ладони в нижнюю стропу. Не заваливаемся вперед. Вот в это положение не выходим. То есть в положение вытяжения. Ладошками надавили на стропы. Отклонились назад. Растягивайте переднюю поверхность бедра. Все элементарно с порталкиваем вверх. И начинаем взглядом скользить по стене вверх. Переходя на потолок. Остались. И обратное движение взгляда. При этом мы вдали ладошками на стропы. Все временно для вас есть в ваших ладони со стропой. Сохраняйте. Растягивайте переднюю поверхность бедра. Остались в этой позиции. И добавим. Разгибаем позвоночника назад. Слышно возвращаясь в нейтральное положение. И выталкиваем себя вперед. Точно так же. Отклонились назад. Вдох. Разгибаем позвоночника. И три повторения. Тянем себя вперед. Вверх. Локти разогли под углом 90 градусов. Сохраните разгибание в грудном отделе. И не дай поясниться. И заключительное повторение. Возвращаясь в исходное положение. Надавив на стропы. Переходим в вертикальное положение. Положение стой. Сейчас вынимаемся вверх. Приближаемся. Приближаемся к более кондициональной позиции. Открываем скорость чуть в сторону. И следующее наше упражнение. Это упражнение рост культура и раши спины. Небольшой рукой таз вперед. Раскрыв седалищные позиции. Подтяните участки с полной назад. Отлично. Расширьте таз. На выдохе вы выстроите нейтральное положение. Так, чтобы в ноге отверстие таз. И вы не будете револослеть. Начните притягивать ногу на вдохе назад. Запуская и ведущую мышечную работу. На вдохе возвращайтесь в колено в исходное положение. Давите ногу на стропу. Используйте ее как поддержку в этой работе. И понаблюдайте до распределения веса в обдохной ноге. На выдохе выталкиваем ногу назад. Удерживая таз абсолютно неподвижным. Таз и позвоночник единое целое. Ладошки опустите на поддошную позицию. Пробируйте положение таза. И не забудьте про сильное удержение. Вы расстаетесь за макушкой крестом. Удриняйтесь. Сохраняйте ромослесли нижних перегрев таза. Как будет изнутри. Прошили соединение между собой. Удриняйтесь. И активное дыхание. Усложним задачу на следующем повторении. Добавим выпук. Вытяжение бедра назад. И подъем вверх. Одним движением пятки в исходном положении. Вновь. Вытяжение. Выпук. И одним движением выполнили подъем. Как будто вы от одной точки разъезжаетесь. И возвращаетесь. Одним движением в вертикальное положение. Вверх. Разгибается. Очень внимательно. Разгибается бедро. Отлично. Поехали назад. От точки вытянулись. И продолжайте в исходное положение. Разогнули бедра. Вытянулись вверх. Вспомните. Сеглое выдяжение. nước. Вверх. Грудь. Выпуск таза нужно. Вытяжение злообоком шею. И ног. Раз Шести. Первое вытяжение. Вспомните. Колени. Проверьте, что таз, таз, предпосы находились над ер... Начинаем опорной ногой. Отталкиваемся от пола. И вытравниваемся вперед. Сохраняем его в 90-е раз к колене. И возвращаемся в исходное положение. Сохраните крючок на тазах возле конституции. Не вываливайте ее вперед. Вы представляете, как положить вашу тазу между противоположных направлений. Выпрямляем руку в колени. Поднимаемся на полу пальца, чтобы удержать подвижные кости. И начинаем движение вперед. Разъезжаемся от центра и возвращаемся к центральной оседлой линии. Собираем вверх. Удерживаем вдох и выдох. Вы контролируете страх, вытренируете свое положение. Вдох и собираем вверх. Словно ножницы машинки разъехали вперед. И собираем в исходное положение. Точно так же вдох. Вдох. Кто готов, попробуйте выполнить движение без травы. Регулировочное кольцо, если готово. Можете снизить это движение и выполнить просто упражнение на балансе. Вдох и выдох. И еще одно повторение. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Обжигая первая корпуса. Вторая рука лучше того. Проводим. Противоположное руку страховать глаз. Проводим. Проводим. Выкатываются вперед, тянутся в колено, чашечки вперед, на граторию выкинули, да, выезжают ноги и возвращаются в исходное положение. Вдох и вверх. Дверг, маленький, да, противоположных направлений вращаются, санекает рецептизация, за воздушной костью, послышанной костью, за носочком оконной ноги. И выдохнув себя вверх, пробуйте 2 строков и 5 строков, кто готов, если чувствуете, что не уверены в этом движении, то лучше не усложнить задание. И на выхе, с вами дайте пролив, мышцы тазового дна помогают нам выдохнуть, в исходное положение, а теперь заключительное повторение, самое качественное, и вернусь в руку. Достанавливаем рецептизак и разбираем все уже. Выполняем подъемы полу влали сверху, с вытяжением и строк, раскрытием рецептизак и отпускаемся на рецептизак вниз. Надавим рецептизак и приклеим рецептизак, выполняем аналогичное вытяжение вверх. Колени чу, не покинуем чуток руки. На выдохе, на ногу голову вперед, тянули и проталкиваем строку, выполняем аналогичное вытяжение. Отдыхаем, наслаждаемся этим движением, проталкиваем без строков. И с выдохом возвращаемся в исходное положение, звонок на позвонков, положение в стоять. То есть я также сделала глубокий вдох, тянули головой и начинаем проталкивать строку вперед. Кровать руку, черту лужи, сломаем надпись, плавили руку вперед и возвращаемся, толкаем пятки в пол, далее матушками на стороне, глубоких. Толкаем руку. И нам вдыхаем внутреннюю поверхность для мышц таза, нам расстаем пятки в пол, делим сзади в цепочку, мышцы в фасции и возвращаемся в исходное положение. Опустили плечи и опустились в сторону. В сторону, вытягиваемся вверх, карточки приклеиваем к упору, вытягиваемся и на вдохе через столы выпускаем вниз. Удержали положение стабилизации, колени чуть согнуты, углубленяемся вверх за макушкой, удержали грудную клетку и активным выдохом. И у нас точно так же глубокий вдох, и через столы вынимаем вверх. И вдох, пол. Глубокий вдох. Удержать положение вытяжения, три активных выдоха. Правду вытягиваем в комнате, раскрываем ключи, сделаем глубокий вдох. И все самое хорошее, представляете себе. Ублагодарите себя и не представляйте. Спасибо вам большое.